всем привет меня зовут евгений вы находитесь на канале 4300 к сегодня хочу поговорить немножко про ксенон про виды ламп которые в основном встречаются и вот поотвечать немножко на вопросы которые люди мне пишут в комментариях на ю тубе вайбере звонят и так далее с чем это связано люди не могут выбрать лампу допустим либо там не знают какую температуру выбрать вот сегодня немножко обо всем про ксенон то есть леды пока оставим немножко в сторону приступим и так подсобиралась здесь немножко ксенончика разного хочу кратко пояснить про типы виды ламп ксеноновых там блоки все такое значит первое самый популярный цоколь это d2s прорезь у нас находится кругленькая справа лампа работает на 85 вольтах максимально похожая лампа это d4s прорезь у нас находится вот маленькая кругленькая слева уже то есть первое отличие физическое второе это лампа работает на 42 вольтах аналогично лампы d3s и d1s d3s работает на 42 вольтах d1s работает на 85 вольтах лампы максимально похожие визуально такие коробочки и гнитеры кто понимает но тоже вот отличие физическое есть здесь у нас ключ справа вверху если так смотреть это d3s а здесь у нас ключик слева ой справа внизу справа верху и справа внизу вот так то есть вы не вставите лампу физически в разъем вот на блоке рожа потому что здесь тоже вот прорезь идет у такая вот есть там бытует мнение типа там заменить лампы там одни на другие да это имеет смысл если у вас лампы d4s d3s и d1s ну 50 на 50 особо смысла нет это разве что если вас там блок розжига вышел но вот если у вас блок d3s и d4s и вы чувствуете что у вас слабый свет то возможно вам имеет смысл перейти на d2s вот сегодня мы как раз этими займемся в чем смысл теста d2s работает на 85 вольтах d3s работает вот вот этот вот d3s работает на 42 вольтах первая лампа которую буду вставлять в линзу нас лампа ams ультра вот 5000 кельвинов как обычно вот так вот у нас вставляется лампа в это универсальное колечко зажимается берется линза и вот так вот мы вставляем изолятором вниз все главное вот здесь до конца и и дощелкнуть чтобы усики вот эти дошли до конца все сейчас возьму переходничок одену и подключим на какой-то из блоков итак первый блок который подключаю slim это шоу ultra как видите потребление там 70 ватт во время запуска то есть нету такого резкого скачка как на d3s и сейчас мы до этого дойдем вот так пускай она там устаканивается все линза у нас разжигается сейчас подожду минутку выставлю ее и будем делать замеры и так линза у нас уже разожглась достаточно вот блок на нем написано там 35 ватт должно быть а потребляет он 45 ватт забегая наперед хочу сказать что вот этот вот блок я уже показывал он тоже типа 35 ватт а потребляет 45 ватт сейчас мы до него дойдем лампа ams ultra d2s пятерка колбу не подгибал расстояние как обычно до стены 3 метра 30 сантиметров и так меряем ближний свет у меня была лампа ams ultra d2s шестерка на тесте ссылочку я прикреплю вот на этом блоке обыкновенном она выдает 8000 люксов из блока самый обычный сейчас зафиксирую шторку вот так пинцетикам зафиксировал шторку и теперь померяем дальний свет дальний свет у нас выдает вот 10000 люксов и для ксенона я хочу сказать это очень неплохой результат и так теперь вставляем вот эту вот лампу сейчас я достану покажу в каком состоянии колба просто проворачиваем вот так вот лампочку и посмотрим на нее поближе как видите колба у нас можно сказать прозрачная без всяких там дефектов берем d3s лампочку берем кольцо и аналогично вот так вот вставляем все лампа установлена philips d3s теперь берем линзу нашу и проворачиваем все у нас лампа установлена изолятором вниз все четко сейчас подключаю блок и смотрим итак все готово для включения блок еще раз показываем mitsubishi electric made in japan d3s 42 вольта 35 ватт вот так вот вольтсвайн audi все там четко и подключаю блок и смотрим сколько будет импульс во время запуска 130 ватт а китайский обычный средний по цене блок 70 ватт и ни один из тех блоков которые там лежат у меня еще на столе не будет давать такой скачок ну все пускай она сейчас вот разжигается подождем секундочку и так пока выставлял линзу блок вышел уже на свой рабочий режим потребляет он 45 ватт хотя написано на нем 35 вот как бы и загадка до первое так вот теперь посмотрим сколько люкса у нас выдает d3s philips действительно я живу лампа проверенная хорошая вот выдает в ближнем 5000 люксов давайте посмотрим дальний вот так вот светит дальний в линзе hello 3 philips d3s ну и вот собственно говоря результат шесть тысяч пятьсот люксов получается на 35 процентов у нас d3s xenon хуже чем d2s это это не philips там не острому там уже разница не такая будет это действительно неплохая лампа м с ультра она поярче будет чем infolight поэтому 10000 она выдала ну достойный очень результат вот видите d3s я вставлял новую лампу d3s только китай она выдавала что-то ну процентов на 20 наверное на 15 хуже чем это поэтому это тоже как бы результат можно сказать честный да и в принципе люди все кто занимаются автосветом все понимают меряют и знают что d3s и там последующие итерации d5s d8s там 25-ваттный xenon но это дерьмо полная она не светит никак то есть машина с салона выезжает там уже света нету все для чего для того что в этих лампах не знаю тут написано или нет допустим вот d3s когда сейчас попробуем что-то найти не не вижу хотя вот я ци е туда-сюда ну здесь должно быть где-то написано о том что нету ртути в лампах то есть не знаю как насчет этой в общем то смысл этих d4s d3s в том что лампы более экологичны соответственно там другой состав газа и соответственно но поэтому так и светит вот она потребляет блок потребляет 45 ватт всю вот оригинал audi то есть обычный китайский блок шоуми вот такой вот 35 ватт обычная хорошая лампа вот такая вот одна и та же линза и получается свет на 35 процентов ярче чем вот это вот она действительно вроде светит вроде даже неплохо но это все не тот свет который поэтому я уже несколько раз делал то есть замену линз на f1 ставим philips extreme vision d3s там за 160 долларов пара а свет весьма и весьма средний получается то есть он пять шесть тысяч люксов получается то же самое и с d4s коми если ставить недорогие лампы то он около пяти шести тысяч дай бог в лучшем случае если фар отполированы получится я надеюсь информация которая сегодня вам преподнес было какой-то полезной она не супер важно не супер новая но я думаю немножко будет понятнее за ксенон если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч всем пока до новых встреч